Привет! Вы на канале Иришка Мими. И сегодня я расскажу, почему нельзя крыс кормить со стола. То есть хлеб, колбаса, макароны и вообще такая человеческая еда. Вообще основной корм у крыс это корм для крыс. Крысиный корм, желательно премиум качества. У меня есть табли... Ну, можно посмотреть на сайте Ратмани. Там большой список кормов от супер премиум класса до эконом класса. Много кормов, какие вообще рекомендуют покупать для крыс. И если вам вдруг будет интересно, напишите мне в инстаграм директ или здесь под видео. Я вам скину статью эту, ссылку. Так, куда ты полез, Мигаса? Он вообще не... Любит в рукава залазить сейчас, покажу, смотрите. Видите? А Локи так не любит делать. С детства привык, Мига. Ну, куда полез? Вот, почему нельзя кормить крыс со стола? Если, допустим, у вас крыску украла, там, кусочек колбасы или что-нибудь еще схватила, ничего страшного, конечно. Бывает такое, может случиться. Что будет, если вы будете на постоянку кормить крысу такими продуктами? Крыса, во-первых, она, у нее будет ожирение. Это, скорее всего, если вы часто будете давать, если она будет переедать вот это вот все жирное, там, колбаса, хлеб, это все жирное, она, конечно же, потолстеет от ожирения, и даже люди умирают. Мы все это знаем прекрасно. А что с крыской превратится? Крысы живут 2-3 года, и представьте, как сократится срок жизни у крыски, да? Потом. Также у нее могут быть проблемы с... Да как у людей, в принципе, с органами какими-нибудь. Я не врач, не ротолог, я точно не знаю, какие могут быть проблемы. Но в любом случае, что нельзя кормить крыс продуктами, вы... самое такое, это вы сокращаете срок жизни своей крыски. Это самое опасное. Они так мало живут, а вы вот усугубите. У меня есть... мне скидывают видео в ТикТоке, ну, ребята, что там какой-то аккаунт есть, что крысы кормят чем попало. Вот они специально создали такой аккаунт и кормят макароны. Колбаса сладкая, тоже ни в коем случае нельзя крыскам давать. И вот они хайпятся за счет этого. Я уже, по-моему, в каком-то видео это говорила, но это неприятно. И наблюдать за этим просто уничтожают, как бы, ну, издеваются над животным. Сама крыска же не знает, что ей нельзя кушать ни сладкое, ни жирное, ни соленое. Конечно, ей понравится, если вы дадите ей кусочек колбаски, она с удовольствием его съест. Но она этого не понимает. Вы разумный человек. Вы должны прежде всего подумать об этом, о состоянии своего животного, питомца. Я понимаю, там собаки могут прожить 15 лет, да, можете еще как-то... Моя мама, например, бывает сладким, угощает собаку. Я тоже смотрю и говорю, мам, собаке нельзя давать сладкое, понимаешь? Вообще никакому животному нельзя давать сладкое. Ну, кроме там фруктов, которые есть. Например, я даю крысам своим арбузик. Там какие-то фрукты, которые сладкие, им можно давать. А вот печенье, там сухарики какие-нибудь тоже, ни чипсы, ничего. Его это тоже давать нельзя. Вот, я помню, у меня Локи тогда схватил одну чипсину. Я оставила на кровати или на столе вот тут. Ну, и ушла куда-то. А они уже мне открыты, бегают. И Локи схватил одну чипсину и съел. У него потом поносик был, слава богу, все обошлось. Поносик прошел быстро. На следующий день у него уже нормально все возобновился. Кал, и он нормально ходил. Но ни в коем случае нельзя давать. Какие-то вообще взрослые люди уже завели себе каких-то животных. Там, неважно, кошка, собака. Дают алкоголь животным. Пиво там, не знаю, вино. Могут даже водки наливать. Но это вообще уже, вот честно. Это издевательство над животными. Проверяют они так. Ну, куда ты? Смотрите, смотрите. Он хочет залезть в рукав. Мигеля, он уже вообще так вырез. Он был такой маленький, а сейчас такой огромный. Он еле помещается в мои рукава. Раньше только так проскакивал, как по трубам бегал. Вот. Вы сокращаете жизнь своим животным. Поэтому, ну, если вам все равно на ваше животное, то давайте хоть сустава. Но мне очень жалко, поэтому я своих крыс не кормлю таким. Такой едой максимум, что я даю им, это там вареное яичко, белок, что им можно. Курочку вареная, грудка обязательно без специй. Вот такое можно давать. Творожок можно давать, творог. Натуральный йогурт без сахара, соли, без добавок всяких разных. Это вот можно крысам и то не каждый день это давать. Это так, знаете, один-два раза в неделю. Что я еще своим крыскам покупаю такого? Детские питания, пюрешки разные. Знаете, говядину, можно какие-то фруктовые без добавления сахара, которые и то тоже даю раз в неделю, если даю вообще. Не больше чайной ложки на одну крысу. Вот. Потому что это уже излишество, это побаловать животного. А так сейчас покажу. У меня тут корм стоит. Вот корм. У меня тут смесь двух кормов. Второй пачки уже нет, я ее выкинула. Это вот премиум класса. И второй корм тут супер премиум класса. Кер плюс называется корм. Вот. У меня уже, по-моему, если не выходило, то скоро выйдет видео, какие корма я рекомендую. Это вот хорошие корма. И в этих кормах уже все содержится. Видите, там и овощи, и ягодки, и курочка уже есть все в этом корме. Как бы крысам уже все и так достаточно здесь. Не нужно ее извне кормить. И всякими там, не знаю, колбасами сейчас привязалась к этой колбасе. Да, скажи. Вот и моя зайка. Вот и моя пупулька. Пипулька. Скажи, ну а мы только за, чтобы нас кормили колбасами, пили мешки, макароны. Также, вот смотрите, мне в тиктоке пишут. Можно ли давать крысам хлеб, да? Макарошку дать. Но зачем? Вот что полезного в хлебе или в макаронах для крысы? Ответьте, пожалуйста. Да и для людей, в принципе, ничего там полезного нет. Мы только от этого набираем калории, что с моим языком сегодня. Вот. Так и крыски. Ничего полезного там нет, только калории. И мои крысы достаточно ленивые. Они неподвижны особо. Мне приходится их специально брать, ставить на пол, чтобы они хотя бы чуть-чуть походили. Потому что особо они не ходят. Мигелька еще более шустрый, а Локи вообще постоянно в клетке сидит. Поэтому, как бы, лишний раз кормить хлебом, там, макаронами, это только ожирение для крыс. Поэтому не стоит. Они очень быстро толстеют, ребята. Очень быстро. Очень-очень быстро. Смотрите, какая милашка. В волосах запутался. Ну, Мигель, ну ты посидишь спокойно чуть-чуть. Моя бусинка красивая. Сейчас такой посидит и свалит. Вот. Так что я не советую. Если вы любите своего домашнего питомца, то не нужно ничем кормить. Купите хороший, качественный корм, и этого достаточно будет для вашей крысы. Она будет вам благодарна. Точнее, дольше проживет. Ну, также у крыс бывают, конечно, врожденные заболевания. Опухоль. Вот. У крыс бывают опухоли. Но это уже бывает с рождений. Если делать какие-то операции крыском, да, вот у нее опухоль какая-то, то крыска может не пережить наркоза. И от этого может умереть. Также кастрировать. У моих крысы не кастрированы. Я этого делать не нужно. Ну, как бы она может не пережить наркоза. И вообще любые манипуляции, там, уколы, прививки, это всегда 50 на 50, потому что может плохо аукнуться. Поэтому я стараюсь, если мои крыски как-то чуть-чуть заболевают, вот тут я вижу, ну, даю один-два дня, и все проходит. Но сразу не бегу, потому что, ну, все равно это... Я не доверяю врачам, потому что столько случаев я читала в интернете, что вот мы, ну, сходили, там, сделали прививочку, все назначили, и все, крыска умерла. А это все после инъекций. Непонятно, как крыска к этому отреагирует... Организм у нее отреагирует на это, вот. Мигеля. Как будто там плавает, знаете, в рукавах у меня. Вот, поэтому... Но это не значит, что не нужно отвезти крысу к врачу. Если вы видите, что ей вообще плохо, что она не ест, она вообще постоянно спит, то да. Тогда в таком случае нужно крысу отвезти. Кротологу обязательно. Я просто говорю про те случаи, когда я вижу, что мои крыски такие более вяленькие, но при этом у них аппетит есть, они ходят нормально. А если уже какой-то такой плохой случай, что крыса вообще уже не может ходить, ничего, ну, то тогда точно вам нужно отвезти обязательно к врачу крысу. Это нездорово, и прям нужно моментально нести. Все, ребята. Надеюсь, я более-менее как разъяснилась. Что-то выпуск у меня как-то не очень получился. Мне не нравится, как я это все рассказала. Но, надеюсь, смысл понятен. Спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Всем пока.